В эфире новости 24. Здравствуйте, в студии Александр Макарь. Коротко об основных событиях к этому часу. Республика Крым на 77% обеспечена качественной питьевой водой. Об этом заявил Сергей Аксенов во время заседания Совета при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе Владимире Устинове. Больше всех в качественном ресурсе сейчас нуждаются САКИ, Евпатория, Красноперекопские и Первомайские районы. В рамках национальных проектов предусмотрено почти 4 миллиарда рублей на улучшение показателя водоочистки. На сегодняшний день идет проектирование станции водоочистки в городе Красноперекопске и Евпатория. Общая мощность 15 тысяч километров в Красноперекопске в сутки и 45 тысяч километров в сутки в городе Евпатория. В общей сложности работы будут закончены к 2022 году. У нас идет формирование водного каркаса с Академией наук Республики Крым. Как только будет понятен объем, возможность добычи подземных вод, то есть какой конкретно скважины, в том числе и дополнительно в сельских районах будут разрабатываться и проектироваться станции водоочистки. Спасти от разрушения под Феодосией в рамках федеральной целевой программы строят берегоукрепительные сооружения. Мера вынужденная. Пешеходная зона в нескольких метрах от школы уменьшается с каждым годом. В чем причина, выясняла Анастасия Крапивина. Прогулки вдоль побережья теперь только в воспоминаниях Антонина Василенко. Пенсионерка живет в самом сердце. Поселок Приморский пешком до пляжа чуть больше минуты. В течение 10 лет походы к морю стали превращаться в полосу препятствий с угрозой для жизни. Прибрежная зона разрушается. А там где обвал туда, конечно, кто же пойдет туда, если там все. И мусор туда начали сружать, и все с поселка туда все сбрашивали. Там образовалась такая яма, туда все скидывали, все туда сбрашивали, бутылки и все. Работы по укреплению берега здесь проводили еще в 70-х. Опасная зона стала местом притяжения юных любителей экстрима. Узкая тропинка времен царской России в нескольких метрах от школы, а за деревьями обрыв. Так до территории выглядела еще несколько лет назад. Но опасный участок решили благоустроить в рамках федеральной целевой программы. Здесь уже появляется берегоукрепление. Совсем скоро будет и новая набережная, единственная в курортном посолке. 500 метров подпорной стены, 5 волногасящих бунов, пляж, исчебни и новые очистные сооружения. Все это вошло в проект берегоукрепления. На большую стройку из федерального бюджета выделили порядка 300 миллионов рублей. Строители впервые вышли на объект летом 2018-го. За полтора года успели выполнить 80% работ. Осталось покрытие набережной самой, установить ограждение, пандусы для инвалидов, отсыпать один отсек пляжа щебнем, сделать устройство глубоководного водовыпуска. Это 339 метров в море. По плану сдать объект должны в ноябре 2020-го. Но подрядчик опережают сроки. Чтобы не сорвать курортный сезон в поселке, открыть часть пешеходной зоны обещают уже в июле. Затем приступят к благоустройству. Мы рассматриваем возможность выделения дополнительного финансирования, пока этот вопрос не решен, для того, чтобы полностью из берега купительных сооружений сделать полноценную пешеходную набережную. Потребуется ориентировочно 200-300 миллионов рублей. Сейчас определяется по окончательной стоимости и по источнику финансирования. Если проект создания набережной одобрят, уже в 2021 году в поселке появится благоустроенная прогулочная зона. Прослужит объект, как уверяют строители, не меньше 50 лет. Анастасия Крапивина, Олег Черемисин, Новости 24, Феодосия. Решение не меняется. Строить карьер на участке Чекотажский в Судаке не будут. Отзыв лицензии подтвердил Сергей Аксенов. Напомню, что добывать полезные ископаемые должны были недалеко от оздоровительного лагеря «Отважный». Это вызвало массу жалоб со стороны местных жителей, которые считают, это приведет к ухудшению экологической обстановки и инфраструктуры в регионе. По итогу, в конце января глава республики сообщил, объекта на участке не будет. Избрали на должность. Александр Авдиенко занял пост главы администрации города Саки. Новоизбранный граноначальник в 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Ленинграде. Затем прошел высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске. Трудовую деятельность начал в 2010 году советником Евпаторийского городского головы. В 2006 стал помощником председателя Верховного совета Автономной республики Крым. Затем занимал руководящие должности в администрации Симферополя и города Саки. В 2017 советник председателя Государственного совета республики. В том же году и до избрания на пост был заместителем руководителя аппарата Госсовета Крыма, начальником информационного аналитического отдела. Время жизни. В Крыму оборудуют 20 вертолетных площадок в районных больницах. Без них санавиация теряет драгоценные минуты. В экстренных ситуациях пилоты вынуждены приземляться даже на футбольные поля. Как сейчас медики борются за пациентов, расскажет Дмитрий Попов. Был перелом позвоночника на уровне грудного отдела, были переломаны ребра справа-слева и закрытая черепно-мозговая травма. Фельдшер Анастасийский Евгений Подурец вспоминает несчастный случай. Однажды мужчина упал с дерева у себя в саду. Так как это произошло в Старом Крыму, а квалифицированную помощь нужно было получать срочно, пришлось вызывать санавиацию. Подобных тяжелых случаев бывает до трех в день. В прошлом году спасли 178 пациентов. Экономия времени. Это, как говорится, золотой час для пациента. Особенно это для инфаркта, инсульта. Это очень важно доставить до 12 часов. В обратном случае можно и не успеть оказать нужную помощь. Препятствие номер один – отсутствие специальных вертолетных площадок. В каждом случае пилотам нужно искать место для посадки. Но скоро все изменится. В Крыму появится 20 новых вертолетных площадок. По одной в каждом регионе. В Симферополе ее построят в клинической больнице скорой помощи номер 6. Находиться она будет на территории учреждения. Вот как раз сама больница. Главный вход с другой стороны. Взлетная площадка будет примерно здесь. Запланированная площадь 30 на 30 метров. К строительству приступят после стадии планирования. Это может быть в конце года. У медучреждений будут установлены целостные имущественные комплексы. В них будет входить навигационное оборудование, многослойные площадки, складские помещения со специальным инвентарем и сигнальная аппаратура, которая позволит принимать вертолеты в ночное время. В среднем одна вертолетная площадка будет порядка 15 миллионов стоить. Это проектирование и непосредственно самоустроительство. Пока в Крыму нет ни одного своего санборта. Помогают соседние регионы. До 2023 года появится вертолет «Ансад». Он легкий, компактный, обладает встроенным медицинским модулем. Стоимость летного часа по подокраснодарского края будет в три раза ниже, чем у нас сейчас. С учетом зарплаты пилотов и летной нагрузки, эксклюзационных расходов. Взлетные площадки для вертолетов построят в следующем году. Без них, чтобы доставить пациента с борта в палату, иногда приходится тратить до 20 минут. Последствия то время может сократиться в четыре раза. Дмитрий Попов, Данил Захаров. Новости 24. На трассе Таврида началась круглосуточная укладка третьего слоя асфальтобетона. Об этом сообщил пресс-секретарь Крымского управления ВАД Григорий Назаров. Благоприятные погодные условия способствуют безостановочному процессу. Сейчас укладку верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ведут на втором и пятом этапах Тавриды. Пример для регионов России. В республике представители ведущие учреждения культуры поделились опытом реализации федеральных и республиканских программ. В 2019-м открыли виртуальный концертный зал. Первую модельную библиотеку отремонтировали около 50 сельских клубов. О достижениях Крыма в репортаже Елены Носковой. Каждый год заработок в сфере культуры растет в среднем на 5%. Одно из главных достижений прошлого года – успешное выполнение задач по национальному проекту на 100%. Впереди не менее интересные задачи по федеральным и республиканским программам. К Министерству культуры присоединяется Комитет по охране культурного наследия. Это огромный объем работы в сфере охраны, надзора. Поэтому я думаю, что будет сложно, но очень интересно. Наши топовые мероприятия, такие как Великое русское слово, Боспорские огоны, Волошинские чтения, Евразийский мост, Солнечный остров – это те мероприятия, которые проходят ежегодно на крымской земле, собирают огромное количество уже поклонников. Предложения по развитию отрасли в Крыму выдвигают в Государственном совете республики. Одна из главных задач – обеспечить для всех граждан доступ к культурным объектам и достопримечательностям. Мы сейчас работаем в координации и главный акцент делаем на развитии сельской культуры, сельских клубов. Здесь у нас еще очень много работы, очень много проблем. Я надеюсь, мы об этом поговорим. Одна из главных задач сейчас – подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Она включает в себя меры поддержки ветеранов, просветительские и патриотические акции, молодежные флешмобы. Предложения по каждому из направлений озвучили участники коллегии Министерства культуры. Мы видим, что сегодня выделяется правительством Российской Федерации большое количество средств на эти направления. Без культуры движения вперед не будет. Общество, которое в данном случае живет вне культуры, развиваться не может динамично. Благодаря культуре мы в том числе и политические барьеры пробиваем. У нас уже начинают проходить международные кинофестивали, музыкальные фестивали и так далее, которые позволяют приезжать сюда иностранным гражданам. Соответственно, есть повод, есть понимание, видят, что здесь происходит. Проделанная в Крыму работа получила высокую оценку на федеральном уровне. Прежде всего, это касается рекордных темпов модернизации сферы культуры. Это пример для подражания других субъектов Российской Федерации с тем, чтобы динамику такую, как в Крыму, поддерживать. Мы должны всячески поддерживать тему реализации программы создания модельных библиотек, потому что это новое слово в культурной жизни. Безусловно, для 21 века и библиотеки должны соответствовать. На заседании коллегии Министерства культуры собрались представители ведущих учреждений республики. Они представили свои идеи по развитию событийного туризма, реконструкции объектов и другие конструктивные предложения. А самые успешные работники отрасли получили заслуженные награды. Елена Носкова, Александр Смычек, Новости 24. Дальше выпуски новости спорта. О них нам расскажет моя коллега Анастасия Бойко. Настя, привет. Привет, Саша. Кто в центре внимания сегодня? Сегодня мы расскажем о новых успехах крымских боксеров. Все подробности смотрите в программе Спорт 24. В Крыму определили сильнейших боксеров полуострова. Соревнования прошли в Симферополе в двух возрастных категориях. Взрослые спортсмены от 19 до 40 лет сражались в рамках чемпионата, а юноши дрались за звание лучшего в первенстве полуострова. Кто в итоге праздновал победу, знает Степан Глебов. Сразиться за звание чемпиона приехали сильнейшие боксеры полуострова. Соревновались они в девяти весовых категориях. Вардкезик Андрей Асян, веся до 75 килограммов, занял первое место. Помог опыт, наработанный годами. Старался и себе победу заранее обеспечить, и соперника поберечь. Была команда, легкие удары бить после защиты, не заряжаться, жестко не бить, потому что парень еще молодой, это его первый бой. Ну, как бы легко отработал, ну, в своей манере. А вот Николай Шеремет знал буквально каждый шаг своего оппонента. Дело в том, что соперники тренируются в одном зале и проводили не один десяток спаррингов. В решающий момент главную роль сыграла грамотная работа на дистанции. Немножко опытнее, я больше занимаюсь боксом. Ездил на чемпионат России, ездил. Вот, поэтому немножко большой опыт, да, вот из-за этого только. Соперника прекрасно знаем, мы тренируемся с ним в одном зале, то есть вышли, отработали. Работа была как на спаррингу. Нелегко пришлось и судьям. Ставки высоки, ведь попасть на соревнования более серьезного масштаба хочет каждый. Спорные есть бои, где судьи даже сомневаются, куда отдавать победу, из-за чего и получаются небольшие недоразумения среди тренерского состава. Есть претензии к судьям, потому что вид спорта субъективный. Один тренер видит своего победителя, тот тренер видит своего победителя. Поэтому очень конкурентные бои. По итогам турнира сформируют сильную крымскую сборную, которая будет отстаивать честь полуострова на всероссийском уровне. Это отборная УФО. Здесь комплектуются сборные команды и по взрослым, и по юношам. И эти сборные, которые здесь будут укомплектованы, будут представлять Республику Крым на первенстве чемпионате Южного федерального округа. А там крымчане, как всегда, одни из главных фаворитов и на победу, и на попадание в состав сборной страны в разных возрастных группах. Это все новости к данному часу. Всегда приходите первыми к финишу и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова